здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас очередная депутатская программа потому что в студии вячеслав вячеславович губин депутат совета депутатов здравствуйте вячеслав вячеславович здравствуйте но у нас уже много-много ваших коллег побывала здесь кто-то был практически вот как выборы прошли так уже и посетили нашу студию а вы уже почти вот в финале 2022 года раз вы депутат можно сказать что для вас этот год удачным оказался до принимали участие в какой раз выборах вы знаете я жители оказали мне уже четвертый раз свое доверие вы ветеран депутат ветеран уже вам рассказать да я в первый раз я сбрасывал 2010 году я тогда насколько я тогда мне говоря я был самым молодым муниципальным депутатом московской области это было достаточно приятно да так что жители оказали меня в четвертый раз я уверен что наверное я делал все правильно моя работа их устраивает поэтому я благодарен им за их поддержку за то что мы избрали а конкуренция была кто-то хотел все таки то есть таком было почему я спрашиваю потому что опять же опять же всем депутатам задают вопрос у некоторых людей складывается такое мнение я на выборы не пойду они все равно там все выберут кого захотят а я в этом участвовать типа не буду и так далее то есть была какая-то элемент действительно вот борьбы предвыборной кампании ну от выбором к выборам это по-разному происходят они выборы были безусловно люди достойные конкуренты ну как бы жители распорядились как они посчитали этим нужным поэтому вы переживали когда все таки идет подсчет голосов безусловно мы переживали мы работали командой у нашей четверка то мы собрались в нашем штабе когда был подсчет голосов и до самого окончания мы работали рассказать ну нервничали как как говорится ходили знаете из угла в угол ждали каждый звонок от наших наблюдателей с каждого избирательного участка ждали результат но результаты пришли и душа успокоилась я почему еще задавал этот вопрос потому что одно дело когда человеку первый раз идет это же понятно вы наверняка помните то есть ты переживаешь там как что где ты даже можно еще и не думаешь о том что вот выберут а потом же надо будет работать то есть программу то есть все как положено другое дело когда ты идешь в 4 когда опять же есть тебе сейчас скажут нет ну вроде как вроде заслужил столько за столько времени а с другой стороны обидно а раз в четвертый раз жители все-таки проголосовали за вас значит получается как ни крути у логику выстраиваем что у вас получается получается что получается при поддержке жителями за почему вам удалось с ними наладить какой-то контакт вы быстро получаете от них какие-то сигналы реагируете на них ну знаете она бы несколько аспектов хотят сказать во первых я местный житель да я родился в любят всегда потом семья моя переехала жить в малаховку поэтому я пользуюсь я хожу по тем же дорогам езжу по тем же дорогам полю покупаю продукты в тех же магазинах и пользуюсь услугами жилищно коммунального хозяйства теми же услугами поэтому я все это знаю я работаю в комиссиях по жкх благоустройства экологии и комиссии по предпринимательству поэтому это тоже не дает определенные плюсы для того чтобы окунуться в те проблемы они достаточно значимы для жителей и их очень это все волнует ну и в третьих я постоянно на контакте своими избирателями ни одно обращение оставляю без внимания и это все общение она также мы углубляемся до в проблему двора в проблему дома и тогда сейчас о проблемах чуть позже поговорим а прежде всего как вот сейчас проходит ваш чтобы мы должны выполнить еще такую функцию что те люди которые захотят прийти к вам на прием от посмотрят наш сегодняшний программу видят вот депутат наш все давайте мы сходим где у вас можно увидеть воочию я так понимаю что еще и онлайн версия вас какая-то работает но у меня значит официально проходит 5 приемов месяц населения один прием я провожу как сказать соло отдельно это первая среда каждого месяца и есть у нас четыре приема которые мы проводим всей своей команды четыре депутата по нашему избирательному округу номер восемь который входит малаховка краскова марусина матюкова деревне торбеева это деревне до до люберец а в миссии потому что тогда вам удобнее решать сразу проблему человек пришел они могут пересекаться да да ну во первых да мы нам проще работать все таки когда мы вместе команда мы сильнее да мы работаем команды где кто-то знает в одной сфере больше кто-то другой другой все в разных комиссиях в разных комиссиях и где-то нам в этом легче проще это мы принимаем в краскова в коренево в марусин и в малышке как у нас очень большой избирательный округ друг другу есть реально да да и перемещаемся потому что тебя много большой для то чтобы жители могли после рабочего времени мне не терять время на дорогу мы мы едем к жителям так хорошо ну и еще такой вопрос все таки вот тоже его сдавал всем депутатам а депутаты делятся на старослужащих да и на молодой призыв насколько я понимаю в этом году довольно ну серьезно совет поменялся то есть по скажем так качественному составу потому что пришли новые депутаты вот как у вас налаживая на связь понятно что с депутатами которые уже давно работают наверное уже свои какие-то у вас что и хорошо потому что всегда можно перезвонить и проблему что называется решить чуть ли не по телефону как с новыми как вообще вам сейчас кажется работает совет насколько он ну полно может решать все проблемы которые стоят перед округом ну опять же на вернемся того что все таки все достойные все имеют определенный опыт люди работают в той или иной сфере очень большое количество руководителей депутата поэтому в этом вопросов нету у нас в округе есть один человек который вот избрался он был депутатом поэтому таких совсем новичков нету именно в нашем округе других они есть но они с опытными так скажем дальше мы с вами говорили и они уже подсказывают идут вместе знаете такого никакого провала то что там совет поменялся наоборот наверное новый приток сил новый импульс да да это всегда плюс поэтому ребята я я за ними наблюдаю достаточно активно даже иногда я думаю надо набрать обороты потому что ребята очень активно ведут деятельность даже можно где-то у них что-то подсмотреть всегда новое же она что-то до новое учится у старого а старое старается чтобы не быть старым идти да так сказать новую со временем ну и сейчас мы вот во второй части будем говорить уже конкретно о тех наказах избирателей которые происходят немножко комиссии поговорим вы каждый раз в одной и той же комиссии или как-то их меняли вот за все ваши четыре депутатских годов я придерживался вот одних и тех же комиссии на именно по жкх почему потому что вам там проще это достаточно такой вопрос и вот если по общению жителями он наверное на первом месте всех на которых номер один до жкх и благоустройства вот если посмотреть по количеству наказов которые нам поступили вот вот в это предвыборную гонку это вот именно первыми занимая жкх и благоустройства а вот участие в комиссии вы как-то поддаете предложение и как идет распределение или там тоже такая свои свои выборы происходят кто в какую комиссию вы же имеете право в двух до конца мы до в двух комиссиях как я сказал что я еще в комиссии под предпринимательству ну когда у нас происходили избрались было предложено уж есть список комиссий кто гадат и подает заявку о том что он хочет находиться в той или иной комиссии большое количество ребят на бюджет очень бюджетные которые комиссия большой она даже просили что потому что иногда она получается как чуть ли не весь совет депутатов одна комиссия это единственное место где но грубо говоря если обращается к тебе избиратель мы же понимаем что в вашем совете конечно проблема финансовая существует потому что вы не можете так взять например деньги откуда искать вот вам да то есть довольно сложно там областная дума госдума да у них совсем другой подход к этому ну по закону а тем не менее бюджет потому что тоже были ваши коллеги обсуждался довольно насколько мне известно горячо вот потому что у каждого есть свои резоны вы участвовали в обсуждении бюджетного я участвовал да ну пришли к общему знаменателю мы пришли до удалось это записать туда удалось 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 потому что было конечно получили мы все наказы жителей хочется максимально успеть все сделать но все ну кажется вроде пять лет но это срок на замыли не такой большой вот комиссия насколько понятно что любой депутат я так понимаю городского округа тут мы тоже разговаривали и с председателем человек который же в городском округе люберся в принципе может к любому депутату обратиться да ну потому что опять же не все могут знать давайте уже честно говорить есть люди наверное которые ходят к депутатам потому что им прям приятно ходить решать вопроса или активные люди вот а есть люди которые сталкиваются с проблемой они даже не знают кому обратиться но то они как-то в совет до начинают обращаться тем не менее вот работа в комиссии жкх ведь существует жкх как структура до где люди работают и существуют депутаты на хождение вообще такая комиссия и работа в такой комиссии она для жкх лучше или вот они пытаются от вас ну какой-то степени отмахнуться потому что у нас и так много проблем а тут вы еще депутаты за своими проблемами приходит или вы находите соприкосновение много безусловно находка же общий знаменатель обращаемся мы тоже понимаем что у них достаточно большой объем работы каждую секунду каждую секунду да потому что мы все-все нельзя что-то сделать найти остановиться этом сказать ну все да я все сделал и мы будем отдыхать отдыхать сожалению это такая сфера что что-то ломается что-то портится это все в реальном времени онлайн и постоянно с жителями на связи это такая сфера остановиться не невозможно невозможно хорошо ну и немножко время нас еще остается все-таки а четыре года депутатской деятельности это такой невероятный опыт правильно ли я понимаю что на сегодняшний день у вас есть возможность и с администрацией сотрудничать да по каким-то вопросам есть возможность выходить но чуть практически уже там на федеральный уровень то что мы понимаем что есть вопросы которые могут пересекаться я имею ввиду и депутатов которые вы до юры вроде бы решить не можете но де-факто вы можете поучаствовать в этом процессе вот как вы видите главная задача для совета депутатов сегодня в городском округе но помимо того чтобы людям было хорошо вот какой главный месседж должен быть у каждого депутата чтобы через определенное время опять выбрали именно того или иного кандидата ну во первых считаю что каждый депутат должен слышать и слушать своих избирателей на тогда я думаю уже это будет большой результат ну и безусловно быть с ними на связи сегодня огромное количество у нас их возможности до этой месседжер и телефон его могут позвонить например а безусловно у нас есть телефоны и приемные и личные телефоны мы с удовольствием делимся своими избирателями которые всегда могут ну практически 24 часа люди набирают из какие-то срочные вопросы которые вот они считают что вот мы можем здесь сейчас им помочь то есть депутат это же все-таки такой практически но есть администрация до разделения власти но депутат это вот вроде бы сделано для того чтобы вот когда совсем уже как-то ты не можешь и ты идешь от какому-то человеку который тебя как ну за ручку берет и вот помогать и решить проблему психологически вы выдерживаете вот этот момент нет это да все но вот я хотел бы сказать что вы сказали люди некоторые иногда путаю до депутата с помощником не знаю начальником же когда поступает звонок у меня течет труба да идите дело жительного обратились в управляющую компанию вы а нет я не обратился вы позвоните вы если уже на вас не реагирует давайте мы тогда подключимся будем решать этого просто так то что я же не знаю там не ваш этаж не ваш квартира какие-то нюансы я же не приду к вам с гаечным ключом или бывает тоже люди говорят вот вы не сделали вы подождите вы приходили ко мне к моим коллегам обращались депутатскому корпусу нет какие могут быть вопросы давайте встретимся обсудим обратимся не можем на местном уровне у нас есть чем вы сказали ранее депутаты московской областной думы и государственную дума нам подсыпали воли нашим городскому кругу повезло у нас большое количество представителей вот во второй части мы сейчас поговорим уже конкретных наказах напомню что висал славич губин у нас депутат совета депутатов городского круга люберцы сегодня в программе дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог депутат совета депутатов городского круга люберцы вячеслав губин у нас в программе висалишь еще вот такой вопрос слово наказы она звучит так красиво пачка приказ или там указ президентские так далее есть наказы начну с обратной стороны которые невозможно исполнить вот есть так так такие бывают моменты и как тогда быть сказать что ребят мы это сделать не можем ну например мы же не можем взять и сделать федеральную дорогу правильно потому что она проходит по другим а людям надо объяснить почему проблемы у нас там с дорогой нет то вопросы в принципе люди задают все реальные реальные да тут реалистичен да мы уже понимаем что конечно попрою отправить у меня в космос но это вот это наверное хотя можно хотят опять же если подать когда тайство и это все дай мне может быть возможно рассматривали может быть человек да настолько готов к этому а так если мы не не в компетенции уже мы говорим или нужно обратиться в господин особо куда-то вектор направлении это все одно мы можем направить ходатайство его рассмотрят и уже нам дадут ответ все нуждают или дорога еще что-то мы получим возможно она но даже есть в планах нам уже ответит что дорогу есть планах и тогда по краю будет самая же сложная для чек это неизвестность и непонятность того что происходит и депутат для этого и нужен он и как связи он именно связующие звено между жителями и исполнительной властью это его прямая задача до хорошо теперь о наказах поговорим какие-то наказы вот в этом сезоне можно так сказать что было может быть что-то оригинального и насколько они сложно выполнимы мы же понимаем что есть еще план работы который если вы вносите туда этот наказ то вы по идее должны за него как бы до читаться и так далее вот какие наказы ну в период предвыборной гонки мы получили более 500 наказов от жителей в разных направлениях так говорит о том что гонка нужна да да компания значит мы с коллегами собрались определили это основные которые будут такими все таки масштабными интересными для жителей сделали этого отправили каждую в комиссию наши постоянные депутатские комиссии чтобы они это рассмотрели и уже работали соответственно профи профильный зам и исполнительная власть должна уже это реализовать и учесть и в бюджете то что мы с ними общаемся они тоже должны все это учитывать момент и какие-то наказы которые но как как нам тоже ваши коллеги говорили там лавочка или еще что-то мелочные хорошем смысле слова который можно быстро выполнить да нет но это все рабочий да в рабочем порядке поэтому с этим вопросов не возникает такие моменты садимся уже когда вместе решаем и вы сообщаете тем людям которые этот наказ вам передали что наказ при принят в работу да и как какой как отчетность происходит когда мы дата стоит на мы связываем сергей как если у нас есть понимание по срокам соответственно уже связываемся жителям рассказываем что вот ваш вопрос и там или решен или не решен или перенесен вопрос на следующий год все адекватно относятся все с пониманием результаты есть хорошо но вот еще такой вопрос все-таки люди же по-разному иногда но жкх понятны и так далее бывают какие-то человеческие проблемы да когда но медицина вплоть до лекарств я не знаю ли устроить больницу или какое-то там заболевание вот где я не зря спрашивал в первой части некий психологический фактор таких людей у всех на на депутатов много и понятно что иногда это просто как бы не входит функциональные скажем обязанности депутата тем не менее если мы таких людей пропускаем или не замечаем но это конечно нехорошо вот тем более у нас была пандемия история с волонтерами и так далее вот как у вас в этом направлении постарай постой на работу вас у ваших коллег когда люди вы просто приходят к вам как последний уже инстанции такая работа у нас ведется безусловно люди приходят с такими проблемами мы им помогаем мы помогаем или из личных средств или договариваемся если это какое-то учреждение возможно да может быть какие-то льготные условия как это да ну и с нами обращаются и соответствуют люди которые побывали в трудно жизненную ситуацию многодетные семьи дети мы очень плотно работаем и с общественными организациями постоянно помогаем им на контакте это общество инвалидов общество ветеранов всевозможные коллективы музыкальные коллективы в общем в спорт все мы помогаем дружим общаемся участвуем мероприятия это хорошо почему потому что опять же жкх жкх но вот иногда действительно даже человеческое слово чтобы было понятно какая-то защищенность последнее время мы же понимаем с вами что начиная там с пандемийных времен во первых люди все немножко испуганы а во вторых действительно все таки было много потерь и человеческий фактор очень важен мне кажется что для депутатской работы еще очень важно не только быстрое принятие решения но и вот этот вот человеческий посыл и вот тут возникает вопрос возвращаясь к вашей четверки а вам я так понимаю удается таким конгломератом решать больше проблем которые могут перетекать из в округе внутри но перетекать из одного дома там другой или из одного двора в другой правильно да 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 и между собой делим какие-то вопросы из какие-то мероприятия один на домер 5 пошел другом другой поэтому ну кто-то заболел кто-то что-то ну время охватывать и жители не остаются без внимания кто-то всегда будет так сказать на посту если это надо прием да всегда кто то есть всегда то есть пустоту не будут обрагаться пустоту не будет поэтому все между собой делим договариваемся сейчас новый год потом рождество время такое для людей несмотря на на все наши сегодняшние проблемы тем не менее люди будут отдыхать и так далее депутат вообще отдыхает на новогодние праздники или жкх тоже может его вернуть к другой жизни не ну мы конечно стараемся отдыхать но обращение тоже идут в эти праздничные дни безусловно потому что как я говорю что остановиться невозможно все процессы на кнопки нажимать приходится мы с удовольствием будем поздравлять наших жителей а возможно мы приведем какие-то акции ближе к делу мы сейчас будем встречаться это обсуждать что мы возможно горятные семьи даем подарки когда безусловно еще такой вопрос понятно что вы уже сказали о сотрудничестве но насколько сегодня вот депутат ну вы уже депутат что называется с и по возрасту депутатскому и с именем а вот депутат молодой насколько сегодня если депутат например дозванивается в какое-то учреждение в городском округе люберцы говорят говорит здравствуйте я депутат такой-то вот у нас поступили такой-то сигнал и так далее насколько на депутатов сегодня реагирует правильно или могут сделать вид что депутат нам не звонил нет у нас с этим контакт налажен то все знают что мы обращаемся не просто так но во первых я хотел бы сказать о том что это не происходит как-то сумбурно депутат силы твой надо вот там лежачий полицейский дали и лавыч какую-то поставили мы обязательно это подкрепляем обращением жителей да и поэтому всегда именно почему говорим что мы работаем совместно жители тоже благодаря им если также мы где-то если серьезный вопрос подписи нужно собрать чем больше людей тем этот вопрос на нем более значимы и исполнительной власть это видит и они соответственно на это реагируют быстрее и все это происходит эффективнее а так если действительно прием приходят люди с каким-то вопросом и понимаем что можем его решить здесь и сейчас и у нас есть возможность мы конечно же если у нас есть телефон мы связываемся эти зачастую эти вопросы решаются мгновенно а вот как с администрацией у вас связь скажем так другой другой ветви власти ну вот я говорю что мы если идет мы пишем обязательно запрос то за безли это такой более серьезно обязательно пишет на запрос подкрепляется обращением жителей мы это все передаем и уже на моем и ждем ответ ждем ответа от профильных замов или а если нет ответа если как-то проигнорировали положили куда-то что-то забыли я имею ввиду мог могут депутаты немножко встряхнуть чиновников ну у нас такая такой рычаг есть да но у нас до этого не доходит мы достаточно здесь все работаем в одной команде администрации совет депутатов все слажено так что все знают свои свое направление поэтому здесь у нас пока таких вопросов не возникал не сталкивались такими по есть какие-то нерешенные проблемы где например вот тоже многие депутаты обращаются когда мы тоже частично что эту тему затрагивали но когда не то что не в силах депутат а проблема долгого решения людям же хочется не знаю там чтобы эта тропинка появилась здесь и сейчас вот где-то вот проходит там трасс там с остановка у нас была история в жека люберцы там тоже были определенные проблемы и так далее есть у вас такие сложные дела где приходится включать но невероятные какие-то связи возможности бывают такие вопросы попадаются но не крайне редки но бывают да ну приходится также обращаться как я говорил что их депутатам особо был дума и звонить товарищам из других районов советоваться может быть они сталкивались с такими ситуациями все вопросы она приходим к общему консенсусу и к результату вот на сегодняшний день последний вопрос завершая наш разговор как вы оцениваете работу депутатского корпуса в городском округе люберцы вы же как рядовой депутат имеете на это право знаете о правильнее оценку должны давать наверное жители до жители потому что они избирали эти того или иного депутата как представители которые будут представлять их интересы во власти ну так то что я вижу наблюдаю что я считаю что все на отлично выполняется сегодня работа тем более у нас все равно есть после выборов все равно немножко происходит такой разгон новые какие-то новые предложения у нас поступили от председателя мы следуем этому направлению да у нас все таки я думаю что следующий год должен быть более эффективным таким так сказать более насыщенно и хорошими результатами понят спасибо огромное веселый слава губин депутация это депутатов городского округа люберцы был гостем нашей сегодняшней программы программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания а